По последним данным, жертвами разрушительного землетрясения на юго-востоке Турции стали более 14 тысяч человек. Многие до сих пор находятся под обломками. В поисковых работах турецким спасателям помогают коллеги из России, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Беларуси и других стран. Генеральный секретарь Федерации альпинизма Азербайджанской республики Исрафил Ашурлы сейчас вместе с другими добровольцами извлекает людей из-под завалов. Азербайджан, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что удалось сделать за сегодня? Добрый день. Ну, сегодня на самом деле, скажем так, ну не очень успешный с точки зрения находок день, потому что уже закончились 72 часа, когда наиболее активная фаза спасательных работ происходит, да, и все потихоньку переходит в фазу уже поисковых работ, к сожалению. Если первые трое суток мы могли активно находить попавших под завалы, они отзывались на крики, или кто-то нам сообщал, что вышел крики, и нам удавалось вытаскивать людей, то сейчас все усложняется. То есть показывают места, где были крики когда-то, может вчера, но сегодня там уже никто не отвечает, и поэтому уже тяжело найти, потому что довольно-таки большой объем плит бетонных, которые надо по возможности пройти перфораторами, если не получается подлезть. Это занимает очень много времени, там несколько слоев, здесь дома складываются как сэндвичи, то есть приходится иногда по три-по четыре перекрытия проходить. То есть сегодня не удалось никого живым найти? Сегодня нам не удалось никого найти за, скажем так, до конца вчерашнего дня нашему отряду удалось спасти десять человек. Девятерых мы вытащили из-под завалов, из них один двухлетний малыш и полная семья получается. Папа-мама, маленький ребенок и мама-отца. И одного человека мы сняли, он застрял на верхних этажах, не мог спуститься, мы его спустили оттуда. То есть девятерых снизу, одного сверху. Вы находитесь в городе Хатаи. Расскажите. Хатая. На момент землетрясения вы были в Турции, либо вы отправились туда уже после? Нет, я приехал в Турцию 2-го числа. Я был приглашен на фестиваль ледолазания и скалолазания. Ледолазная часть проходила в Арзуруме. Это местечко у Зундаря, где замерзают водопады. А скальная часть должна была быть в Измире. И как раз в день, когда мы закончили ледолазную программу и собирались выехать в Измир, рано утром встали и пришло сообщение. Мы, не думая, наши турецкие товарищи сразу объявили, что они создают спасательный отряд. Мы, я, мой товарищ Ринат Рахимханов из Азербайджана, российский альпинистр Роман Абилдаев, сразу примкнули. То есть кто-то уехал из гостей фестиваля, а мы втроем из Арзурума за день переехали в Хатаю. И сразу же в ту ночь нашли первого человека. А в Арзуруме не ощущались последствия землетрясения? Нет, но по нашей информации вчера там были толчки. Исрафил, сейчас многие люди пытаются как-то помочь гражданам Турции, несут гуманитарную помощь к посольствам. Вы, как человек, который находится непосредственно на месте, считаете, что больше всего необходимо сейчас? Ну, если говорить про гуманитарную помощь, наверное, здесь... Ну, вот я много чего в жизни видел, но такого ужаса, честно говоря, наверное, только в кино можно увидеть. Ну, в городе ни одного живого, полностью уцелевшего здания я не увидел. А вот все, что стоит, все криво, косо, скосившееся или с трещинами, ну, я даже не понимаю, и пустой, я даже не понимаю, где люди остаются. Наверное, было бы неплохо, чтобы были палатки, если есть возможность. То есть, если отправляют вещи, то вещи должны быть абсолютно новые, потому что с точки зрения борьбы с эпидемиями, Турция не будет принимать ношенные вещи, к сожалению. Если есть продукты питания, это здорово, потому что здесь прямо вот пункты стихийно организовываются и кормят всех. Кормят тех, кто остался без крова, кормят тех, кто помогает тем, кто остался без крова, кормят тех, кто вытаскивает. То есть, здесь все вот так, как одно какое-то такое броуновское движение. Все, что не привозит, все сразу расходится. Поэтому еда, теплая одежда, одеяло, если есть возможность, в палатке. Да, Исрахил, спасибо большое. Мы не будем отвлекать вас надолго. Пожелаем удачи. И давайте верить в чудо, потому что были прецеденты, людей доставали в других случаях намного позже живыми. Я надеюсь, что да, что это все-таки будут спасательные работы, а не поисковые. Спасибо, Мария. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!